Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий. В студии Светланы Кудрявцевой я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В Самаре простились со Станиславом Гореликовым. 25-летний ефрейтор погиб при выполнении своего служебного долга. Летчик-космонавт, герой России, первый в мире ученый-командир космического корабля. Самарские школьники в рамках Всероссийского фестиваля «Открытый космос» встретятся с Сергеем Рязанским. В Самаре готовятся к фестивалю. Студенческая весна. Начались танцевальные репетиции. В Самаре простились с героем, который отдал свою жизнь при выполнении служебного долга. Это 25-летний ефрейтор Станислав Гореликов. На церемонии побывала наша съемочная группа. В Самаре простились с ефрейтором Вооруженных сил России Станиславом Гореликовым. 25-летний инспектор взвода военной полиции, 30-й отдельной мотострелковой бригады, 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа погиб при выполнении боевой задачи во время проведения спецоперации на Украине. Ценой своей жизни он остался верен присяге. Проститься с героем пришли родные, близкие и друзья. Ну, как брат. Очень добрый был человек. Всего детства я с ним погулял, провеселились. И очень грустно расставаться с ним вот в таких обстоятельствах. Настоящий мужчина, настоящий герой, герой отечества. Та смерть, которую принял новый старый Станислав, наверное, является примером вот именно христианского подвига, когда человек отдает за своих близких, то есть за мирных людей, отдает свою жизнь. Станислав Гореликов родился и вырос в Самаре. Окончил кадетскую школу номер 170. По словам его близких, именно там был заложен фундамент патриотизма, отваги и мужества. Сад учился у нас в школе. Был добросовестным человеком. Мечтал посвятить свою жизнь служению в армии и продолжить путь своего отца. У погибшего осталась мать. Похоронили Станислава на Страмиловском кладбище рядом с отцом, который тоже был военным и служил в десантно-штурмовой бригаде. Власти Эстонии отпустили на свободу шеф-редактора информационного портала «Спутник Медиа» Елену Черышеву. Об этом сообщает пресс-служба российского посольства в Таллине. Напомню, эстонские спецслужбы задержали Черышева 6 апреля. Ее подозревали в совершении преступлений против мира и нарушений международных санкций. В российском МИД заявили, что обвинения против журналистки абсурдны. «Спутник Медиа» начал работу в феврале прошлого года. Его создали бывшие сотрудники «Спутник Эстония», который два года назад закрылся. А в начале марта этого года портал объявил о прекращении работы, ссылаясь на давление ограничения со стороны эстонских властей. Губернатор Дмитрий Азаров поздравил судейское сообщество региона с 30-летием арбитражного суда. Он был образован на основе действующего в те годы государственного арбитража. За эти годы инстанция рассмотрела более миллиона дел. Подробнее в нашем сюжете. Развитие рыночных отношений, появление различных форм собственности потребовало в начале 90-х способов разрешения конфликтов между предпринимателями. Возникла необходимость создания независимых судебных органов для рассмотрения экономических споров. Так был создан арбитражный суд Самарской области. Это та инстанция, где граждане и руководители бизнеса восстанавливают свои права, а также получают гарантию стабильного развития. Председатель арбитражного суда Самарской области Сергей Каплин выразил слова признательности всему коллективу, отметив их высокий профессионализм. Эти несколько десятков лет не прошли бесследно. Постоянное развитие законодательства, совершенствование процессуальных информационных технологий не могло не отразиться на всей нашей деятельности. Важная роль суда обусловлена не только сложностью и количеством рассматриваемых дел, а достаточно сказать, что за период с 1992 года судом рассмотрено около 1 миллиона экономических споров, но и его местонахождением в одном из крупнейших и высокоразвитых регионов страны. Юбиляров поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил конструктивное взаимодействие между правительством области и судебными инстанциями, которые дают конкретные результаты и приносят пользу всему обществу. И подчеркнул особую важность арбитражного суда в условиях введения санкций со стороны Запада. Ваша работа, ваше высокое служение, решение справедливого правосудия способствует тому, чтобы сегодня в непростых условиях для бизнеса, для экономики региона и капитаны бизнеса, и руководители предприятий, и граждане чувствовали себя уверены. Я знаю, что здесь всегда по справедливости будет принято решение в соответствии с российским законодательством, невзирая на какие-то попытки давления извне в том числе. За три года арбитражный суд Самарской области рассмотрел споры на общую сумму в четверть триллиона рублей. Только с начала текущего года на рассмотрение судей поступило свыше 10 тысяч дел, а всего за 30 лет почти миллион. Чтобы создать комфортные условия труда, используя при этом электронные системы, в феврале прошлого года было открыто новое здание арбитражного суда. В нем есть все необходимое для работы. Зал президиума, 33 зала судебных заседаний с совещательной комнатой, помещение для архива. Глава региона поблагодарил судей за служение закону и вручил государственные награды отличившимся сотрудникам. Виктория Шарая, События. Дума Чапаевска выбрала новым главой города Александра Кузнецова. На ближайшем заседании Думы он вступит в должность. Напомню, с 2018 года Кузнецов занимал пост главы Октябрьского района Самары, а до этого работал в прокуратуре. В Самаре назначили главу администрации промышленного района. Пост занял Данил Морозов. Отбор кандидатур на должность проходил в несколько этапов. Подробности у Ольги Волковой. Главой администрации промышленного внутригородского района Самары стал Данил Морозов. Такое решение принято на заседании Совета районных депутатов. Кандидатуру поддержало абсолютное большинство. За. Спасибо. Нового руководителя администрации промышленного района поздравила глава Самары Елена Лапушкина. Конечно, промышленный район – самый большой район на территории городского округа. Он и по численности большой, он и по территории большой. Район имеет свои традиции. Все кандидаты предоставляют достаточно интересные предложения. Было видно, что они выступают с интересом и с любовью к территории города, к территории района. Но позиции и знания Данила Викторовича, конечно, отразились на решении конкурсной комиссии. Сегодня же состоялось официальное представление Данила Морозова коллективу администрации. Полностью осознаю всю меру ответственности, которую беру на себя. Трудности нас не пугают. У нас отличный, замечательный коллектив и депутатский, и в администрации района. Поэтому, я думаю, нам с вами все задачи поставлены по плечу. Управленческий опыт у нового главы района немалый. Работа в муниципальном дорожном ремонтно-строительном предприятии, членство в Совете депутатов промышленного района второго созыва и городской думы седьмого созыва. Да и должность главы промышленного района ему знакома. Данил Морозов уже занимал ее с 2004 по 2006 год. Было представлено, о чем было сказано, четкая программа, не популистская, а подкрепленная конкретным планом действиям, целеполаганием, программа развития района в целостности развития города. Напомним, конкурс на должность главы промышленного района Самары стартовал в марте. Изначально в нем участвовали 11 человек. С каждым проводилось собеседование. В результате конкурсная комиссия остановилась на двух кандидатах – Даниле Морозове и Евгении Старостине. Окончательное решение принял Совет районных депутатов. Прежний руководитель промышленного района Андрей Семенов досрочно покинул должность в октябре минувшего года. Ольга Волкова, Василий Колдашов. События. Центральный банк России принял очередное решение по размеру ключевой ставки. С 11 апреля она будет составлять 17% вместо нынешних 20%. Как сообщает регулятор, внешние условия остаются сложными, значительно ограничивают экономическую деятельность. Сохраняются и риски для финансовой стабильности, но благодаря принятым мерам они перестали нарастать. Курс евро на бирже опустился до 78 рублей впервые с июня 2020 года, а доллар снизился до 73 рублей. За сутки в Самарской области зафиксировали 312 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе – 377 649. Такие данные в пятницу 8 апреля опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 468 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписали 366 178 пациентов. В Самаре продолжаются проверки соблюдения масочного режима во всех торговых объектах – магазинах, торговых центрах, объектах оказания услуг. Работники и посетители, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом, по-прежнему обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Только в советском районе города по итогам прошлого года выявили 656 нарушений масочного режима. Сколько выявили за три месяца этого года – расскажем в сюжете. Скажите, пожалуйста, какие меры у вас масочного режима соблюдаются? У нас все сотрудники находятся в масках постоянно, весь рабочий день. Носить маски, измерять температуру, использовать антисептики и обеспечивать посетителей средствами защиты – эти правила работники торговых центров соблюдают уже не первый год. И несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом, антиковидные ограничения в регионе продолжают действовать. Поэтому в торговых объектах различного формата общественного питания, сферы услуг по-прежнему проходят проверки. Зал весь оборудован антисептиками средствами. Это антисептики. Также проводится снижение обработки в течение всего дня, кратное двум часам. У сотрудников всех пришедших в магазин проводится два раза в день измерение температуры. В каждом торговом центре посетителей предупреждает охрана, что вход без маски запрещен. Да и сами самарцы правилами безопасности не пренебрегают. Чтобы не заболеть и других предохранять. Мне, как говорится, много лет уже, и я хочу, чтобы все были живы и здоровы. Проверяющие отмечают, что нарушений масочного режима становится все меньше. У нас в 2021 году нашими сотрудниками администрации Советского района было выявлено 656 нарушений масочного режима. За три месяца 2022 года было выявлено 136 фактов. Напомним, все материалы по выявленным нарушениям аккумулируются во временном координационно-распределительном центре Самарской области. На основании предоставленных материалов специалисты центра составляют протоколы. Далее направляют их в суд для принятия решений. За невыполнение правил поведения юридическому лицу грозит административный штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Повторное правонарушение влечет штраф в гораздо большем размере от 500 тысяч до миллиона. Или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. В прошлом году только в Советском районе Самары сумма штрафов составила 2 миллиона рублей. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Весна идет весне дорогу. В Самарском ТТУ подвижные составы приводят в порядок после зимы. Все трамваи проходят через специальную современную моющую установку, которая работает под датчиком, что позволяет сделать процесс чистки еще и экономичным. Подробности расскажет Мария Левина. Санитарные гели, антисептики, хлорамин, чем мы обрабатываем в наш подвижной состав. То есть все то же самое, что представлено здесь, находится у нас в оставшихся трамвайных и троллейбусных депо. В ближайшее время горожане увидят нашу работу и увидят чистый подвижной состав. Поэтому все есть, всем полностью обеспечено, никаких там проблем нет, только вперед засучив рукава. Склад муниципального предприятия ТТУ сейчас больше напоминает магазин промтоваров. Его заполнили моющими средствами, порошками и антисептиками. А это значит, что настало время наводить чистоту. Весь подвижной состав сейчас приводят в порядок после зимы. Объем работы большой, колоссальный. Поэтому вчера дополнительно привезли все необходимое для мойки, бытовую химию, различные моющие средства, тряпки. Поэтому сейчас будем полностью-полностью все это отмывать. В городском депо – одна из самых современных и удобных моек. Оборудование привезли в Самару в прошлом году из Санкт-Петербурга. Чтобы установка для наружной очистки вагонов функционировала максимально результативно, специалисты МПТТУ усовершенствовали программное обеспечение. Мойка работает по датчикам, что позволяет сделать процесс чистки еще и экономичным. Но у кого, что она смогла мыть сцепной состав. Гусеница проходит 1 минуту 30 секунд, двойной состав где-то около минуты. До этого она была 2-3 минуты мыли. И расход воды был намного больше. Здесь автоматически отключение после выхода вагона с моечной машины. На въездной группе стоят датчики включения чисто водяной основы машины. Дальше тут датчики уже на щеточные установки. Состав вымывается щетками, после чего мойщики вручную наводят чистоту в салоне, очищают от пыли сидения, поручни, двери. Также проводят дезинфекцию. Особое внимание уделяют контактным поверхностям. Партии закупленных моющих и дезинфицирующих средств хватит надолго, говорят на транспортном предприятии. Следующая закупка запланирована в июне. На предприятии запланированы субботники, чтобы провести уборку внутри здания, очистить станки в цехах, навести порядок на территориях депо. Мария Левина, Василий Калдашов, События. В Самаре прошел рейд, направленный на выявление нелегальных таксистов. Причем результатом этих рейдов является не просто наложение штрафов, но и конфискация автомобилей. Разберемся, о чего стоит ожидать водителям, подрабатывающим таксистами без соответствующей лицензии. Рейд нелегальной такси прошел вблизи одного из торговых центров, находящихся на улице Кирова в Самаре. Сотрудники ГИБДД проводили осмотр автомобиля и проверяли, в порядке ли документ у водителей, страховой полис, путевой лист, водительское удостоверение. Особое внимание таксистам, работающим через популярные агрегаторы. Многие из них не оформляют своего ИП и не имеют лицензии. За истекший период 2022 года выявлено 42 факта осуществления незаконной предпринимательской деятельности. И также выявлено 32 водителя иностранных, которые осуществляли незаконную трудовую деятельность на территории Российской Федерации. Этот водитель гражданин Узбекистана. Водительское удостоверение ему выдано там. С ним он не имеет права работать в такси в России. Для этого он должен получить права российского образца. За нарушение ему грозит штраф от 2000 рублей. В дальнейшем автомобиль будет помещен на специализированную площадку. А гражданин доставлен в отдел полиции для составления протокола. В дальнейшем для того, чтобы уже водителю заниматься такой деятельностью, ему необходимо будет обратиться в регистрационное отделение, регистрационно-экземиционное отделение по городу Самаре. Для того, чтобы поменять водительское удостоверение на российское национальное. Такие проверки по выявлению незаконных перевозчиков сотрудники ГИБДД в Самаре проводят еженедельно. Елена Чернявская, Константин Головин. События. В Самаре стартовал Всероссийский космический фестиваль «Открытый космос». Участники, школьники со всех регионов, отличившиеся в разработке научных проектов, победители Олимпиад. Цель проекта – познакомить их с последними достижениями российской науки и сориентировать в выборе профессии. Аспирант Самарского университета Евгений Гончаров с гордостью представляет аппараты, полученные с помощью технологии селективного лазерного сплавления. Он работает над производством двигателей. Их изготавливают из металлического порошка, который запекается с помощью луча лазера. За счет чего можно получить любую форму будущего предмета, более сложную, чем при традиционной токарной или фрезерной обработке. Таким образом, еще и сокращается время производства, количество используемого оборудования и даже площадь цеха. Я думаю, это будет полезно. Посмотреть различные направления, то есть для профориентации студента, школьника, это может подойти. Школьники подойдут к каждому столу, посмотрят, кто чем занимается. Может понравиться какое-то направление и потом, может быть, с этим связывать даже свою жизнь. На фестиваль в Самару съехались учащиеся со всей страны. Инициатор Космофеста, председатель российского движения школьников, герой России, летчик-казмонавт, занимающийся научными разработками Сергей Рязанский. Я очень надеюсь, что наши дети увидят много всего интересного. Это поможет, в частности, с их выбором профориентации. Ну и, на самом деле, это замечательная возможность завести новых друзей, познакомиться с единомышленниками, придумать какие-то совместные проекты. В прошлом году фестиваль «Открытый космос» проходил в Москве, в Звездном городке. В этом году местом проведения была выбрана космическая столица России – Самара. Ведь именно здесь работает ракетно-космический центр «Прогресс», который осуществил более 1880 пусков ракет-носителей и вывел на орбит около тысячи космических аппаратов собственного производства. Виктория Шарая, события. В Самаре проходят танцевальные репетиции в рамках масштабного шоу «Церемонии открытия» 30-го фестиваля «Российская студенческая весна», который пройдет 18 мая. В феврале на кастинге отобрали 200 танцоров. На протяжении следующих полутора месяцев они будут репетировать и станут частью грандиозного шоу. За подготовкой и наблюдала наша съемочная группа. Среди 200 танцоров, прошедших сложный отбор на участие в грандиозном шоу «Всероссийская студенческая весна» – юная Виктория Тюрмина. Девушка учится на первом курсе педагогического университета и уже обладает богатым опытом выступлений. За ее плечами 11 лет занятий танцами. Несмотря на свои достаточно такие насыщенные дни, приходя на тренировку вечером, я, не знаю, кайфовала от танцев. Я подала заявку, пришла на кастинг. Спустя неделю мне позвонили, сказали, что мы вас поздравляем и прошли. У меня охота вот прям поймать этот адреналин, эти эмоции ощутить на себе. Понимаю, что сейчас очень много работы предстоит, тренировки насыщенные будут. Ну и что, справимся. Да, справимся. В феврале прошел кастинг, на котором отобрали 200 танцоров. Выбор делали лучшие хореографы страны. На протяжении следующих полутора месяцев артисты будут репетировать, чтобы представить зрителям грандиозное шоу. Четыре тренировки в неделю, по три часа каждая. Будет непросто, говорят в оргкомитете, но очень интересно. Идет такая коллективная работа. Приезжают московские хореографы, они дают определенные задачи. Здесь мы уже с ребятами ее отрабатываем и делаем все достаточно синхронно, красиво, чтобы это смотрибельно было. Я думаю, будет масштабно, энергично и очень круто. Больше 40 тысяч людей, которые смогут увидеть совершенно потрясающее шоу. И при поддержке правительства Самарской области, общероссийской организации, российский союз молодежи, мы всячески стараемся, чтобы и гостям, и жителям это был большой праздник, большое событие, которое осталось у них навсегда в памяти. 18 мая танцорам предстоит выступить на масштабном шоу. Церемония открытия 30-го Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Мария Ильевна, Григорий Плешаков. События. Баскетболисты Самары вышли в полуфинал Суперлиги. В первом раунде плей-офф волжане одолели сопротивление Иркута в четырех матчах, победив в серии 3-1. Подробности встречи, а также другие новости расскажем и в нашей спортивной рубрике. Баскетболисты Самары и Иркута сыграли четвертый матч четвертьфинальной серии Суперлиги. Сибирякам нельзя было проигрывать, а потому они с самого начала летели в атаку, тогда как самарцы встречу начали неудачно. Лишь к началу второй четверти волжане разыгрались, а к большому перерыву и вовсе смогли закрепиться в качестве лидеров. Отступать иркутяне не собирались и бросились в погоню. Даже смогли сравнять счет, но к решающему периоду перевес был на стороне самарцев. Это преимущество волжане удерживали до финальной сирены и довели матч до победы 91-84. Самара победила и в серии 3-1 и вышла в полуфинал, где предстоит сражаться против Уралмаша, победителя регулярного чемпионата. Назначены арбитры на матче 24-го тура Российской премьер-лиги. Игру «Урал. Крылья Советов», которая состоится в воскресенье, будет судить Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Ассистентами будут Егор Балахвитин из Ленинградской области и москвич Константин Шаламберидзе. При судействе Левникова самарцы в чемпионате России провели 10 игр. В трех победили, в трех сыграли в ничью и четыре раза проиграли. Матч первого круга между Крыльями и Уралом обслуживал также этот арбитр. Встреча завершилась 1-1. В Ижевске прошло первенство Приволжского федерального округа по боксу среди юниоров 17-18 лет. В турнире приняли участие 144 боксера из 14 субъектов Российской Федерации. Самарскую область представляли 8 атлетов спортивной школы Олимпийского резерва номер 4, завоевавшие 4 медали. Победителями турнира стали Евгений Пьянзин в весовой категории до 60 килограммов, Алакпер Гизалов до 80 килограммов и Руслан Казаков до 92 килограммов. Они также получили право выступить на первенстве России. Еще один волжский боксер Дмитрий Зубов выиграл бронзу в весе до 54 килограммов. Эксклюзивный проект телеканала Самары Гиз – обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В телеграм-канале городской администрации напоминают, что в апреле начался месячник по благоустройству. Завтра в Самаре пройдет Гагаринский субботник. Принять в нем участие могут все желающие, но убирают город ежедневно. Сотрудники коммунальных служб и МП благоустройства общими усилиями навозят порядок во всех районах города. Администрация Ленинского района напоминает, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» с 15 апреля по 30 мая в режиме онлайн пройдет всероссийское голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2023 году. Для большего охвата населения информированием о возможности принять участие в голосовании, а также о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, привлекаются волонтеры. На платформе добро.ру зарегистрировано около 36 тысяч добровольцев по всей стране. Глава Кировского района Игорь Рудаков дал старт районного этапа добровольческой экологической акции «Пожиратели рекламы» в рамках проведения месячника по благоустройству, озеленению, улучшению внешнего облика Самары и Кировского района. Акция стала уже постоянной. Ее цель – очистка территории от незаконной рекламы. Добровольцы получили необходимый инвентарь и маршрут закрепления по территории. Департамент транспорта предупреждает, что в связи с проведением мероприятия, посвященного Дню космонавтики 12 апреля в 7 утра до 9 вечера по улице Молодогвардейской на участке от Маяковского до Полевой, будет временно ограничено движение транспорта. Кроме того, с 6 вечера 11 апреля до 9 вечера 12 числа будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств. На этом выпуск подошел к концу. Все наши новости можно читать в Телеграм-канале, на официальном сайте Самары ГИС, в Одноклассниках и во Вконтакте. Выпуски новостей можно увидеть на Рутюбе. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Всего вам самого доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин